так 25 клонов сейчас подожди тут стоишь у тебя костюм такой а серебряный у тебя такая вот лицо очень большое такое высокая длинная нос такой он практически плоский большие глаза такие они немножко ну как вот кошачьи немножко но не ну а вот эти пью ползда внутри я зрачки они круг ну как у человека но на такие расширен они вот так прямо идут заворачиваться за угол ты вот у тебя зрение такое чувствительность а вот и ты какую-то ты в какой-то сквадре как эта помощь галактическая ты ты ухаживаешь за кем-то кто-то когда что-то происходит какие-то техногенные катастрофы ты как будто со своими его там еще еще один человек а это твой брат а он тебя хочет собой забрать сейчас да это твой брат точно потому что вот вы вдвоем и вы два мужчины у вас какие-то странные волосы они вот только наверху головы и они такие как блестящие прозрачные как дождик в детстве белого цвета понять что такое вот оно очень чувствительно это как волоски просто которую считывают пространство звуки в пространстве движения в пространстве они прямо сами как-то вот интересно вот я с ними говорить могу они как живые на голове да сейчас какой-то там x такой идет но этот x на левой груди сделан из шпаг но шпаги они интересны они очень похожи на вот эти которые рисуют старого листа звездные войны там какие-то еще символы там символу такой закручиваются вправо потом другое раскручивается налево и там еще идет какой-то символ вроде как какая-то какая-то комплексная структура в виде пирамиды а на ней наверху какой-то кристалл прицеплен он такой ромбообразный и он куда-то направлен это это как вот внедриться в структуры планеты вот этот это какая-то технология которую вы разработали на на фоне геометрической структурой кристаллической основы и кристалла вашей планеты от которой вы идете из от планета из от вот из от 2 там еще один там 4 их вообще вот так и а изи audi вот так и и изоидальная траектория полета у вас какая-то на корабле корабль у вас тоже как ромб у него такие он металлический серый темно-серая цвет и кажется что какие-то такие как полосочки но это какие-то изгиба ну как как крыша идет таким вот какими-то как гармошка что ли наверху что-то вот такое это секции секции внутри я вижу как какие коридоры а между ними в пространстве идут комнаты на лаборатории разные вы собираете какие-то днк с разных планет и спасаете какие-то уходящие виды после техногенных катастроф которые именно вот ты не переносишь вообще вот у меня прям голова заболела когда я увидел каких-то драконицев вот они такие темно-коричневые темно-черные еще ты говоришь мне что они те кто создали низшие миры я вижу вот какой-то козу увидела вот реально на задних ногах стоит а ты мне говоришь вот эти вот это гибриды которые эти драконицев своих лабораториях разработали и они создали эти прослойку нижних миров чтобы мы не могли добраться до нашей сути соединиться полностью с нашей душой поэтому это очень тяжело и соединиться полностью с оригинальной планетой вот поэтому эта прослойка низковибрационная она нас как бы в западне держит как сверху так и снизу и ансу и дебис ансус и дебис вот брата дебис дебис от тебя и н с ю с ансус ну вот звучит ансус да вот так четко звучит и ты говоришь тебе очень надо на свою планету у тебя там проекты незаконченные очень красивая планета такая зеленая воздушная спите вы в каких-то таких ну это как кристаллическая вообще обалденно такое прозрачные фиолетовые камушки одно на другое наслоено и вот так они раскрываются а в нем вот чашечка цветка на пион похоже все вот раскрытый и вы как будто внутри и у вас происходит полностью регенерация тела что ли потому что тело полупрозрачная она вот ты говоришь она в седьмом-восьмом измерении в ну вот между потому что бывает потому что это машина 8 перейти в 7 ну вот такая планета она в двух плоскостях ты как-то говоришь но говоришь но это тяжело объяснить вам потому что вы у вас мозг очень такой маленькая коробочка но две плоскости это обозначает что можно в любую точку мира мироздания попасть а мироздание она гигантская она в нем столько плоскостей и столько вариантов и столько всего и даже есть пространство в которых как будто летающие геометрические фигуры которые в себе заключают знания разные которые нужны для разного слоя по нашему вибрационному слою и и так там это как школы познания вошел в этот лабиринт знаний форме например шара или треугольника и получил необходимые для тебя как будто ну протокол действий которые ты украшаешь своими идеями и воплощаешь жизнь потому что не все ты можешь знать так как у тебя знания приходят из воплощений поэтому ты воплощаешься потому что мир и особенно в таких более низких вибрационных покровах и там нужны какие-то определенные формулы они более физические что ли и для построения матрицы энергетического мира нужно больше воплощения чтобы в энергетических мирах и у тебя очень было много энергетических я прям вижу как ты плазменный шар летаешь в пространстве ты как-то придумала себе такую оболочку где тебя никто не может поймать ты можешь наблюдать за разными планетами то очень любишь наблюдать и заботиться ты как будто проверяешь все ли в порядке с теми существами или с какими-то ну вот у тебя вот забота и спасения прям вот идет забота и спасения но сейчас вы идете вы с планета своей идете у вас какая-то как ты говоришь смеешься так как командировка то командировка в опасную зону есть карта опасных зон в пространстве вселенных и вот вы идете в опасную она синим раскрашена она темная она загрязненная есть много вирусов и вы в таких антивирусных костюмах как на которые не будут приклеиваться энергии мирозданий который поглощенный а жижи тьмы искусственного интеллекта который все извращает ты говоришь что тебе надоело извращение этого мира этого маленького узкого тупого мира в котором ты находишься сейчас и ты в него попалась тебя затянуло как болото потому что тебе надо было помочь своему партнеру ему стало интересно он захотел увидеть террариум которым находятся разные виды типы и подтипы и гибриды животных и растений с других планет взятых они украли их они забрали они как зоопарк сюда принесли и начали скрещивать начали в них вводить экспериментальные дозы негативного днк что в нашем понятии это негативно это агрессия это причинять боль и страдания и таким образом создались цепочки жизни по которым каждый кого-то ест каждый кому-то причиняет боль для выживания себя на базе этого они создали эго который управляет мозгом физическим эго эта программа управление мозгом ты это видишь ты знаешь твой партнер да он ушел потому что его и его забрали он сейчас находится на марсе в какой-то лаборатории они вживляют ему какие-то оружие в руки в ноги чашечки ног у него по-моему накладно ну как будто наложенный металл это не полный экзоскелет это частичный его будут использовать в новых войнах галактических потому что им надо сейчас идет борьба за человечество есть расы которые хотят чтобы она выжила потому что в них есть днк людей на земле а есть расы которые хотят его уничтожить и сохранить только отдельные экземпляры для их них и космических программ и наземных программ ну на на поверхностный программ других планет или других вселенских программах очень много там происходит обмен днк и им сейчас надо самые лучшие экстракты днк поэтому они вырос ищут людей особых партнер планета и зод важный генетический экземпляр тебя они не могли взять потому что у тебя ты сильнее оказалась духовном морально очень много других качестве которые тебе помогли выжить но тебя хотели уничтожить способом таким чтобы ты сама себя уничтожила но ты очень сильная и ты бы этого не сделала их не получилось сила воли сработала сейчас на марсе ты идешь на марс ты стоишь и вот он он как раз пят в таком большом сосуде гигантском метров шесть наверное ночь большой высокий лаборатории и потом его наклоняет сосуд вот как пробирка стоит вертикально потом горизонтально наклоняет вынимает на металлические носилки и и везут и там уже очень яркий свет стоят там такие большие белые кусничек и мантисы им помогают маленькие серые подносится что им надо телепатическим говорят экран большой в стене экран большой на потолке и между ними лампой и экран сверху сканирует тело видишь его прозрачным потому что у него как-то тело видоизменено у него как будто как это она не физическая но на нем какая-то капсула какой-то как ой оболочку что ли твердая находится и они его просвечивают и они его разжижают этим светом который с экран сверху и в эту разжиженную как в клей вставляют такие какие-то длинные хочется сказать пушки лазерные какие-то в руки укрепляют ноги шары такие металлические вставляют и еще как-то вот саму стопу делают больше чтобы она больше охвата было и быстрее отталкивания бег быстрее был чтобы но он чувствует что ты там но он как будто в ста здесь ну он в полусне что ли находится ты говоришь просыпайся вставай нам надо с тобой вместе это сделать мы должны выбраться из этой ситуации они меня тоже хотят забрать но я пока держусь я держусь со всех сил если ты освободишься смогу освободиться я вместе мы как близнецы спасибо все и он ты руку ему на сердце у меня уже сердце не болит у тебя ты понимаешь у тебя как будто сердце с ним одном оно как будто очень соединено и вот ему было плохо и больно и тебе было плохо и больно у тебя прям какая-то паника постоянные экзайрии вот внутри в тебе и ты как будто будто был тихаешься в воде и понимаешь что ты тонешь не знаю что делать и вот и у тебя вот это постоянно, у меня аж голова начала болеть, вот это у тебя как будто накипание энергии внутри, которая вот до взрыва опасности начинает уже вскипать. И ну вот я вижу сейчас, как вы энергетически как будто обнимаетесь, вот как будто энергетические руки друг друга и превращается в одну энергию. У меня вообще, ты знаешь, как я вижу, это очень интересно, как, знаешь, как две вишенки висят и вот сверху капля такая, и я понимаю, что у вас одно подсознание, как будто ты его считываешь, а он считывает себя. И как будто вас специально в лаборатории как бы вашу душу разделили на две. Вот как у вас была одна душа и вы были, то есть как антиподы что ли, я не знаю, ну вот хотя бы были в мужских обоих телах, но в каждом теле были разные функции, вот в ваших миссиях вместе то, что вы делали. Вот и а потом когда тела у вас забрали, потому что они энергетические, но они, их можно было все равно снять, они капсульные. Эти капсулы сняли, вот потому что я вижу, они лежат прямо у них в лаборатории, где-то на корабле, который вас как раз и затянул через эту жижу. Вот, и вот они там лежат, они их сохранили для чего-то. А вы соединились в одну каплю, и прям вот каплю у вас вижу, такую. Вот она такая светло-светло-голового цвета, такая светло-светло. И ее потом разделили каким-то фиолетовым газом, причем газом именно. Трубку какую-то вставили в такой прозрачный стеклянный контейнер, в который вас поместили. И она как будто разбила эту каплю на две капли. Одну каплю внедрили брата, другую в тебя. И вот так. И получается так, то, что происходит с ним, происходит с тобой. Если ему плохо, тебе плохо, и наоборот. Я думаю, что вы думаете, вы говорите, я Дима, что я перебиваю. Мой грязнец, это моя душа, мы в другом теле мужском. Мой брат, я думаю, мы с ним тоже из одной родственной семьи. И, ну вот, что мне интересно, если вы могли бы более посмотреть, вот у меня есть грязнец, который тоже инкарнировался, это моя душа в мужском теле, на этой планете. В двадцать втором году я его встретила. Мне кажется, вы говорите о моем близнеце, о моей душе. Вы думаете, это будет как мой брат? Нет, это матричная структура, которая пришла. Такое впечатление, что специально подставили человека, чтобы он причинил боль. Сначала радость, потом боль. И потом расход идет резкий. Отторжение там, что-то такое. Это вы специально сделали? Это они специально сделали, вот те вот на корабле, которые вас захватили. Кстати, они, они вот как-то на Ганеш. Вот этот вот слон такой, Ганеш, они очень похожи на вот этого слона. Эти, которые вас захватили. У них такой большой, очень голова большая, как сердце. И, ну, вот сверху такие выпуклые. И у них такой, ну, странный, висит вниз, как хобот. Ну, не такой длинный, как у слона. И они такие гигантские, прям большие, мощные такие. Вот они. Они контракт заключили, но они контракт наложили, как бы, вот. На брата, на себя. И по контракту. Потому что, вообще, идея вот этого близнеца. Прям вижу матричная структура, абсолютно обманка такая. Потому что они так вообще склажили матрицу, чтобы ты никогда своего близнеца не встретил. Это очень редко, во-первых, бывает. Во-вторых, это вообще больше как soulmate. Здесь много таких, с которыми ты или в других жизнях, или у тебя 33 жизни вообще. Все вместе здесь. Три и три. Я просто увидела, как-то странно, потому что и 113 нити ДНК. Вот прям, там троек очень много везде. 3, 3, 113. Вообще, как вот триплоид мне идет, что какая-то триплоидная структура ДНК. Я вообще не знаю, что это такое. Хотя учила генетику, но не понимаю. Но оно как-то выглядит, как... Вот есть такие бусы иногда. Вот они вот так торчат. Такими, как звезда. Триугольная. Ну как? Вот так. И оно как-то наслаивается, наслаивается. И оно, кстати, ДНК, оно такого зелененького цвета, светленького, зеленое такое. Потому что стремление к миру растений, животных, планеты в основном, которые посещались, вот, вами вместе. Ну, мне хочется сказать, что это, ну, как близнец душа. Ну, вот, ну, это, ну, это брат, кстати. Ну, это одна у вас душа. Ну, то есть вы, у вас одно подсознание, как будто. Потому что я вижу один большой энергетический такой мощнейшая энергия, и от нее такие ниточки отходят. И получается, что физически он ушел, вот, против своей воли, по контракту. Вот эти вот сделали на корабле. Это с ним. А ты вот как будто ты понимаешь, что у тебя, у тебя вообще конфликт. Душа хочет, чтобы ты жила, а ты, даже того не понимая, хочешь следовать за братом. И поэтому тут происходит, как будто саботаж какой-то идет внутренний. И тут еще вмешаны эти инопланетные сущности, которые тоже хотят, чтобы ты ушла. Но душа очень сильная, и она хочет, чтобы ты оставалась. Чтобы ты увидела вот финал вот этой всей истории, ну, то, что называют переходом. Я считаю, что это как бы, это внутреннее состояние меняется. Внутреннее понимание всего, как будто бы взросление и осознанность резко, скачок такой квантовый происходит. Вот это и есть этот переход, квантовый осознанность, осознанность резко повышается. Вот. И поэтому у тебя, тебе клашпатит, потому что ты была довольно... Ты знаешь, как у тебя... Я вижу какие-то привязки энергетические к месту, к ситуациям, к работе. Все было хорошо и удобно. Чтобы скачок этот квантовый совершить, душа вот как бы адаптировалась к ситуации и сделала так, чтобы не было хорошо и удобно, а все порвалось, свалилось. И в этом порвалось, свалилось, получается, ты пришла ко мне, чтобы все раскрыть. Потому что очень много накопилось, а у тебя, понимаешь, у тебя такая суть, что тебе надо расковырять и понять. Но у тебя как? У тебя складываются какие-то мешочки, такие контейнеры в ментальном и эмоциональных телах, вот и у тебя все нормально, вроде спокойно. Там если даже что-то случается, ну откладываешь туда, ну как бы не это. А потом оно накапливается, 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 а потом оно взрывается. И вот получается, что само подсознание как бы и толкает на то, чтобы взорвалось, и чтобы разобраться вообще, что происходит в ситуации вообще в этой самой. И пришел момент разобраться, как это взаимосвязано, почему вот это вот все. Потому что ты чувствительная, ты можешь видеть, ты можешь чувствовать, ты понимаешь изнутри, как все происходит, и у тебя есть доступ к знаниям, к своим, к памяти своей. Но ты очень часто ее отталкиваешь, потому что тебе страшно посмотреть, там очень много всего. Потому что я вижу, как серый, он, значит, как будто голограмму такой вокруг себя создает какого-то. Я вот вижу бабушку твою. Это, наверное, твоя бабушка. Я вижу, но это серый. Он приходит, значит, когда ты спишь, с четырех лет, с четырех с половиной, около пяти, вот так. Ну и тебе говорит, ну пойдем, я тебе там сказку расскажу, мир новый покажу. И за руку так вот выводит тебя прямо из тела. Я вижу, как тело спит. Энергетическое ты выходишь. И вот ты уже на какой-то металлической такой базе, на Луне. На каком-то этаже. Би-7. И... Ну и начинаются тренировки. Тренировки, испытания. Там какие-то комнаты такие, как в виртуальной реальности. И ты заходишь, но тебя какая-то пантера несется прям с открытым ртом, и тебе страшно, ты убегаешь, что ты будешь делать, а как ты спасешься, сообразишь ли ты. Потом я вижу тебя в какой-то капсуле такой, она как-то вот круг, потом прямоугольник там, где плечи, его так покрывает грудь. И внутри такое вот тоже приделано. Но там главное, что там какие-то такие плоские, огромные круглые наушники, которые заходят на уши. И начитываются какие-то программы. Программы на определенный полет. Вот ты куда-то летишь. Тебе дается... Такое ощущение, что ты управляешь кораблем, что ты как пилот. Потому что я вижу, как ты такие управляешь кораблем. По программе, вот эту, которую тебя начитали. И потом, потому что ты сама не выходишь. Я вижу какие-то такие в костюмах, таких вот, прям как такая ткань интересная. Так как это белая вообще, лунный такой свет блестящий. Они выбегают и с кем-то сражаются. Там какие-то вообще уродливые такие сущности. Как вот такого красно-оранжевого цвета с какими-то черными глазами, маленькими круглыми на планете. Это какие-то, с какими-то паразитарными сущностями сражение идет, которые захватывают какие-то ресурсы. Я слышу слово ресурсы, склады. Потому что очень много складов оружия разного такого, ну оно плазмой стреляет, газом стреляет каким-то, какое-то вот энергетическое оружие, которое прям подключается к твоей энергии, которая в тебе протекает. Оно ее как-то забирает и при этом смешивается с каким-то паром белым и выстреливает. Этот пар он как стики, он как липкий, и он прилепливается прямо к тому, кого ты стреляешь, и проникает прямо в тело, и вот изнутри начинает убивать, и вот эта сущность падает. Вот эти вот склады, они периодически, их захватывают какие-то сущности, которых постоянно плодит принтер искусственного интеллекта. Я его вижу, коробка такая прям. И вот ты идешь найти миссии. Постоянно тренируют, вы все правильно говорите. А можно я немножечко перебью, извиняюсь. У меня есть коммуникация с кем-то постоянно через сердце. У нас какой-то код идет, и телепатически со мной кто-то общается уже больше двух лет. Вы можете посмотреть, кто это. Я думаю, это мой бизнес. Клон. Потому что они хотят тебя внедрить с этим клоном, соединить в одно целое. И там будет как такая женщина-пантера. Мне что-то идет похоже очень на пантеру. Какое-то такое вот кокошкообразное, мягкое тело вообще. И вот этот клон, он ходит на разные... Вот из-за этого клона, похоже... Вот там какая-то программа. В какой-то программе участвует, что там очень мало людей вообще участвует в ней. Около сотни всего. Там, значит, суть такая, что там, да-да, берешь ДНК души и ДНК тела, капсулы, в которую душу помещаешь на планете Земля. Ну, как бы на планете Земля, на этом уровне. Вот. И они потом через мутации веществ, которые заводятся искусственно, как типа капельницы или вкалывания шприцом, они мутируют. И смотрят, как вот этот процесс мутации, это как подключка у тебя под лопаткой. Вот. Я прям вижу ее. Черный такой проводок под правой, под правой, не, под левой, под левой здесь. Вот. И как вот ты себя чувствуешь, когда происходят вот эти внедрения этих жидкостей для мутации ДНК. И мутируют тело, физическое тоже, впоследствии. А потом хотят как-то подогнать, вот мне нужно слово подогнать, тебя к этому клону, клон к тебе. И чтобы ты могла впоследствии войти в этого клона. И он тогда сделается супер, ну, так как вот эти вот суперсолдаты, я не знаю, но как-то супер, короче, со многими возможностями. Вот. Но на это занимает, я слышу, one lifetime. Вот всю жизнь занимает. И вот почему у меня сердце болело, потому что через сердце подключено. Подключен этот клон к тебе. У тебя сердце болит всегда? Да, всегда. Да, у меня так болело сердце, так как только тебя увидела, прям вообще. Сейчас это, ну смотри, ты вынимаешь там какой-то датчик такой. Там такая кругленькая коробочка, как шарик. Но там, значит, вот таких два маленьких проводка и два длинных по бокам. С обоих сторон. Она идет к клону. Ты вынула его. Вообще в тебе очень много всего напичкано. Я даже какие-то вижу странные вещи, как пропеллеры. Николай, такое еще не видела. Они пропеллируют по всему телу. Они могут в голову прийти, там, создать головную боль. Перейти в другую часть тела, там заболит. Или создать какой-то, что это, вот такой звук пол. Тяжесть какую-то могут создать в теле, где-то. Даже спровоцировать какой-то несчастный случай, типа какого-то падения, какой-то неудачный поворот, куда-то въехать. Ну, тут какие-то импланты такие. Как будто на несчастный случай какие-то прям провоцируют. У тебя сильное чувство. Постоянно. Постоянно. Меня такое чувство, что меня пытаются уничтожить. Я просто выживаю. Постоянно. Просто избегаю несчастных случаев один с другим. Потому что у тебя сильная душа. И получается, что они тебя толкают на разные всякие крайности буквально. Но твоя душа выстроила, как от этого освободиться. Это я тоже понимаю, вижу. Путь есть определенный. Ну, ты на сознательном уровне, ты его не знаешь. Честно. Но сейчас надо с этими имплантами разобраться. Потому что там прям вообще столько всего. Какие-то. Значит так. Сначала голова. Сеточка какая-то сверху. В форме диска, но она сеточка. На нее можно зацепливать, закручивать проводки, которые будут подсоединяться к тому или к тому клону. Когда клон активируется, у тебя в жизни прям вообще все горит огнем. Все, рухнуло. Подождите, подождите. Можно я вам такое скажу? Мне показали этого человека. Я узнала в нем, в его глазах, свою душу. Я подумала, что он мой близнец. У него была одета маска на лице. Он сказал, что я так не выгляжу. Он мне показал, как он выглядит в шестом измерении. Что это моя душа, что он моя вторая половина. Мне показали наше будущее, что у нас будет ребенок. Мне показали, он сейчас в теле Раптилии в Майами. И вот вы сказали, что было 9 дней у нас такой любви. Мы с ним так никогда и не встретились. Потом все оборвалось. Он как зашел в это тело. А потом вернулся Раптилии, и все закончилось. А потом, как он мне объясняет, что он работает под прикрытием в этом теле Раптилия. И пытается что-то навредить Кабалу. И что мы будем вместе. Что у нас будет ребенок. Мне показали нашу девочку. Мне показали нашу команду, которая работает с нами, над нами. Мне показали корабль надо мной, постоянно над домом. Есть корабль. Я его вижу в облаках. От не отпечаток, а... Ну, я вижу его. Не забыла на русском как. Фудпринт. Ну, поняла, да. Я хочу знать, это все правда. Да, импринт, спасибо. Я хочу знать, это правда или это меняет дуря. Это вот эти вот слоноподобные тебе. Ну, да, они на корабле. И да, ты их видишь. Ты их чувствуешь. Они просто к тебе так... Они у тебя столько энергии высасывают. У человека идет 58%, 59% энергии у тебя высасывается. У тебя очень мало остается энергии на себя. Хочется лежать, отдыхать. И потом еще голова всем забита. А вот эта забитость и туман головы, это из-за имплантов. Сеточку вынула, диски из ушей. На глаза какие-то шоры одеваются периодически. Чтобы не замечать то, что надо замечать. Вот. Еще и трансляция каких-то видений там непонятных. Постоянно, непонятно, что вижу. Показывают фильмы какие-то постоянно. Я не знаю, что это такое, на что это интересно. Почему-то они тебя разводят. Ну, это специально все сделано, чтобы как будто свести. Ты понимаешь, когда они у тебя забирают много энергии, когда они активируют клон, им надо, чтобы твоя физическая часть была в дезориентации. Потому что, когда ты фокусируешься и четко видишь, ты можешь это все разоблачить, эту систему ихнюю коварную, как они тебя используют, что они делают. Потому что ты очень, ты чувствуешь, ты соображаешь, ты анализируешь. Вот. Они не хотят, чтобы ты это делала. Поэтому они напичкали столько этих имплантов. Там какие-то шарики, ежики, какие-то соединения, какие-то внедрения в нейроны головного мозга. Там, короче, столько всего. Ты вот сейчас просто взяла, я тебе сказала, что ты можешь или собрать своими энергетическими руками все, или придумать что-то. Ты взяла пылесос себе придумала, высосала это все, вот этот металл из головы сейчас, и он у тебя в пылесосе. И я тебе говорю, ты можешь превратить или в какую-то там бабочку, цветочек или что, ну, или выбросить. Ты говоришь, я выбрасываю. И ты открываешь портал, рисуешь пальцем дверь в свою энергосферию и выбрасываешь этот пылесос. Вот. Так, пошли дальше. Какая-то спираль на шее. Кандалы, как переключатель. Ну, как-то на гормоны влияет. Сто процентов влияет. Через это сейчас вот ты снимаешь эту проволоку с... Ну, на щитовидку влияют. Этой проволокой имплант. Сверху какие-то наплечники. Кстати, наплечники, они подключались к импланту сердца. Сейчас вот это все вынимается, эта структура. Ой, как суставы и пальцы, кости прям болят. Эти перчатки у тебя на руках, это просто. Так, снимаешь перчатки. Так. У меня же тело начинает трястись. У тебя какие-то электрические заряды, они через тебя пропускают. Это просто неимоверно. Просто. Сзади какие-то такие дырочки в спине сделаны. Прямо по позвоночнику идут. В них периодически включают какие-то, внедряют какие-то шнурочки, капельницы. Какое-то вот это вот все их прибамбасы. А потом вынимают. Как будто тестируют на тебя даже импланты. Периодически туда-сюда. Значит так, бедра, органы репродукции. Да, болят. Так, там надо все посвя... Ой, там столько всего понавешено. У тебя забирали яйцеклетки. Точно забирали. Я это знаю. Точно спасибо. Там прям вот пустоты какие-то. Там где забраны, как ковшом, прям зачерпнули. И забрали. Там еще какие-то металлические зажимы. Сейчас вот ты снимаешь. Такие вот прям. Четыре сняла. Там шарик какой-то из матки выянула. Вот прям как контроль. Ой, пытались они в тебе что-то вырастить, но не получилось. Пришлось выращивать на корабле этих. Твоих гибридах, твоих детей, можно сказать. А сколько у нас детей? 15 детей. А вон они в контейнерах. Я прям вижу, как будто ты говоришь, это иллюзия, ты начинаешь их развивать. Бишь, никогда не давала согласия. Не хочу этих рептилий не в себе вынашивать, не разрешу вам в инкубаторах вынашивать. Ой, они так ужасно выглядят. Это вообще такое лицо ужасное, коричневое какое-то. Вот. Все-таки как будто бы разорвала связь. Ты разорвала связь. Да, 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 я сделала это специально. Я разорвалась этим рептилией на связь, да. И у тебя... Да, право не делают. Вы все правильно говорите. И вот какие-то такие металлические цепи с сапогами, какие-то на ногах, тяжелые ноги. Ни денет, никуда тяжело дается. Переезды, переходы. Не хочется... Ну, как бы уже такая усталость конкретная. Просто как тело уже из металла создано. Вот такое впечатление. Вот это все ты загребаешь. Так куча, конечно, огромная. Ты ее... Ты ее... Как-то вот интересно, у тебя так рука... Ты как будто всасываешь рукой, а потом выплевываешь, и получается такая груда жижи такой металлической. Из-за этих импланток говоришь, теперь они их не переплавят, не переделают, и не будут использовать. И ты вот ее прям так как будто раз вот так делаешь, и она в портал выходит. То есть все, больше их нет, этих гибридов, этих... Этих ты отрезала от себя, оторвала. У тебя вообще сейчас, у тебя на поверхности как будто температура, от тебя идет какой-то жар для меня, и как будто ты... Вот если образно говорить, из каждой поры идет огонь. Вот такое я вижу, как микроогоньки покрывают все твое тело энергетическое, и ты просто внутреннее возгорание. Ты еще так... У тебя, кстати, чувство юмора, конечно, ты говоришь, елочка, гори, и ты вот все выжигаешь. Да, да, у меня... То дождик, то елочка. Вот. Все там сгорело. Ты говоришь, амонфайр, потому что ты очень злая. Ты очень злая, что они это с тобой вообще сделали, потому что уже довели полностью. И... Это все сгорело. Так, так, так. ДНК. Вкрапление желтой жижей ты высасываешь, как-то трубочкой прям высасываешь. 113 вот так и остается, но ты их активируешь. А теперь ты все это опять с трубочку выбрасываешь. ДНК прям светит. Она больше не зеленая. Она голубая стала. Поэтому я видела какое-то здесь салатово-зеленое, потому что желтые вкрапления. Это были искусственные рептилоидные какие-то ДНК. Вот эти вот типа, хотел сказать, ну прям такие гигантские эти, ну как слоны. А вот, редко их, конечно, вижу в сеансах. Ну вот они, именно рептилоидные ДНК почему-то, они на них служат. Они на них работают. Внедряют какие-то такие желтые рептилии. Коричневые, желтые, вот такое. Ты исправила ДНК. Так вот, теперь ты говоришь, отрезая всех клоны. Клоны уходят, уходят. Все. Отрезала ты, как будто бы их отсекла таким мечом вообще. Вот. И я вижу, как ты момент, когда они забор делают ДНК, все моменты на всех 33 жизнях отменяешь. Ты говоришь, силой своего сознания и подсознания я отменяю все контракты по забору использования моего ДНК. И вот там прям я вижу много лабораторий. Они как на Луне, на Марсе, под землей, на планете Земля, как мы ее называем. Вот. И там везде взрываются все эти, как будто их уже все, они в пыль ушли. Пространство эти пробирки, которые хранилось. Так. Клоуны, ДНК, гибриды. А вот. Горит мне контракт слова. Надо посмотреть. Так, кто там хранитель контракта? Ну, змея, конечно, черная. Еще с короной какая-то пришла. Корону показывают, да-да-да. Извиняюсь, говорите. Вот она. И огромная книга, прям такая, как королевская, какая-то гигантская. три жизни. Но там еще как, там половина книги на жизни, а половина на какие-то вне планеты еще контракт. Там такая очень тяжелая энергия. Там написано, вот я открываю первую страницу. С тобой вместе мы открываем и смотрим. Она очень тяжелая, эта книга. Помогать людям. вибрации счастья. А там да-да, там какая-то будет написано, ты начинаешь смеяться, потому что когда ты дотрагиваешься до текста пальцем, оно как будто буква разжижается, превращается в воду и собирается в другой текст. Энергия страдания. Отдаю энергию. обмен на обещание, что будет только 33 жизни. Ага, 33. Там до бесконечности жизни просто. Там столько нагенерировал этот матричный компьютер жизни, что ты говоришь даже бесконечно, пропасть какая-то. А ты для себя решила, как душа, как сознание, как вот эта огромная гигантская энергия, что 33 достаточно, ты выходишь, потому что ты говоришь, когда шестерка переворачивается в девятку, 3, 3, 6, то девятка это конец. Все, завершение, конец. И у тебя как раз подпадает интересно конец, ну, как бы последняя жизнь и ну, последняя вообще воплощение когда-либо в таких вот мирах тяжелых, темных, захваченных. Я все больше никогда буду наперед просматривать, буду все знать, это опыт получила, опыт навсегда, все. Больше такого опыта не будет, опыта вообще никогда не повторяется, ты говоришь, вот один раз все и больше будешь теперь на других ситуациях такой ситуации никогда не попадешь, чтобы тебя кто-то захватил. А у тебя параллельно получается смотрю, что брат он он там вообще я его вижу с каким-то мечом или коса, что это у него такое металлическое, он рубит голову каким-то ящером большим. Они как-то к нему приставлены были всю жизнь. Да, да, да. У него сейчас выходит вся агрессия, вся злость, весь негатив, накопленность в жизни. Он прям всех рубит, не знаю, как безумие. И тут как-то я это вижу, как вот он здесь, и здесь какая-то платформа, и вот там лес прямо, и вот эти ящери, на него как игра какая-то компьютерная. Но через эту игру получается, через это пространство, он из себя выводит из ментального эмоционального тел весь негатив накопленный вообще за все вот эти жизни тоже. Но у вас параллельно эти жизни все были. У него тоже 33 их. Он вот так вот все пьел. Он снял с себя очень много проводов, которые составляли как сетка, и каждый проводок, каждый буквально косточки был прикреплен проводок в вид прямо эти проводами. Он это все забрал, убрал, да, какая-то корпорация на Марсе. Он вот там больше всего участвовал. И ты тоже. Корпорация на Марсе. Ой, у меня так уши заболели. Это к чему? Так. Подня за того, перед его смертью мне очень болели уши, глаза, и просто я думала, кровь пойдет с шеи, глаза вывалятся, и виски его нашли повешенным. Да, да, потому что вот эта часть у меня прям, я не знаю, как будто прям вообще кошмар, как будто кто-то вот так свекает. Я не верю, что он сделал это сам. Я думаю, это сделали. У него зашли сущности, либо что-то это сделали. У него таких вообще, он бы в жизни такого не сделал. И он мне говорит, я этого не сделала, это был не я. Ты понимаешь, на физике зашел человек, но это вот, знаешь, шейпшифтер, рептилоид. Да, 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 все, спасибо. Говорите, пожалуйста, я маме это объясняю, но мне не верят. Говорите, пожалуйста. вот рептилоид зашел, и это человек, который, кстати, его знал, он за ним следил, он думал, что он, ну, он в своей жизни думал, что он хороший. Знаешь, какой-то вот такой или сосед, или по работе, я не понимаю, кто ты такой, которого он знал, он знал этого человека. Вот, и он, но он не близко знал, не близко, просто привет-привет, вот такое. И он зашел, и я прям вижу вот эти вот лапы, вот эти вот пальцы рептилоидные, и он, знаешь, он его ввел в гипноз, он через глаза, он сделал так, что он замер, знаешь, как вот жертва перед змеёй или перед кем замирает, у него было замирание, и в это замирание это произошло настолько быстро, а он специально это сделал, потому что ему надо было его быстро забрать в низких вибрациях, только так бы сработало овладеть душой. Потому что есть момент, когда, если ты, даже если в тебе подключки и сущности, ты можешь всё равно из этого выбраться, если у тебя смерть не ужасная, ну, чаще всего она ужасная, потому что они так подстраивают. и да, он его прям, я вижу, как он его берёт своими вот этими вот энергетическое тело, оно выходит через грудь, через сердце. Я вижу, как голова выходит первая, вот так он хватает за шею, прям его вытаскивает из тела, вынимает. У него даже не было передышки, они сразу его опа в лабораторию, опа в этот, вот эту вот капсулу, которая прозрачная, сразу увидела, и он туда. Ну, всё, он уже вышел, он стоит сейчас, говорит, передай ей, сейчас, текучее самопознание включено сейчас, всё идёт к точке отсчёта, к точке отсчёта, с нуля, начинаешь с нуля, мы все сейчас начинаем с нуля, они аннулируют матрицу, они аннулируют наш характер, характер аннулируют, суть твоей особой аннулируют, понимаешь, человек полностью меняется на другого человека, тело сохраняется, он говорит, он мне прям показывает, как это всё сейчас, он, знаешь, он как учитель, возле доски стоит, возле белой такой, да, вот с этим, с маркером, и вот мне показывает, как будто, он говорит, ты понимаешь, характеристика каждого человека сейчас поменяется на противоположную, резко, вот, если там какие-то недостатки были, человек был на правильном пути, у него эти достатки, вот как ластиком и резинкой стираются, раз и стёрлись, а те люди, которые на негативе, они принадлежат матрице и другим матричным мирам, их сотрут с этого пространства, он говорит, это очень тяжело объяснить, как сотрут, но сначала исчезнет тело, вот, а потом и энергия вообще, и корни, которые врослись в эту, в эту ткань реальности, они тоже исчезнут, это важно, потому что это как, вот он мне показывает, говорит, вот платок, смотри, на него земля, на нём земля лежит, он тяжёлый, правильно, он как гамак, его невозможно поднять, без усилия, а вот сейчас вот эту землю, вот этих людей негативных, всяких искусственных людей матричных, их сейчас вытрушивают отсюда, поэтому землю будет трясти, говорит, вы должны готовы быть к землетрясениям, к бедам, ко всему, ко всему этому, потому что всё это надо вытрусить, эту грязь вывернуть наружу, и, говорит, и это в каждой структуре матричной будет выворачивать, вот тех людей будут просто выворачивать, они не смогут больше скрываться, они не смогут врать, лгать, они всё это вот будут показывать своё нутро, надо просто за этим следить, смотреть и увидеть, как это происходит, никто из старых матричных структур и людей, которые их обслуживают, больше не дойдут до состояния вот этого обнуления, можно сказать, когда в тебя загружается новая программа на новый мир, и это очень высоковибрационный, очень высокая осознанность, ты просто не знаешь, что такое сделать себе и другому плохо, вот так, он говорит, я очень рад, что я могу это поделиться этим, отсюда это так хорошо видно, и мне это интересно смотреть, и мне очень хорошо, он говорит, у меня как чувство лёгкости, как будто я сейчас парю в облаках, и мне так классно и легко, я всё понимаю, всё про себя знаю, я никогда не понимал, кто я есть на самом деле, а сейчас я всё знаю, и говорит, наконец-то меня никто не держит, меня, говорит, постоянно куда-то привязывали, всовывали, засовывали, это так больно, и мы соединимся, потом, я уже очистился, осталось ей очиститься, и потом наверху, мы увидим друг друга, мы можем рассоединиться, говорит, иногда, у меня большая вот такая структура души, которая у нас, она очень большая, она может рассоединиться, она может остаться отдельно, это по желанию, как хочешь, но я тебе объяснил, запомни, вы меняйтесь, тело будет молодеть, оно вот лучше, только нельзя никакие внедрения делать, физические в тело, нельзя его менять, нельзя его вклинять, какие-то металлические структуры в него, под хирургическим ножом, менять, потому что оно само поменяется, это очень легко, говорит, вы не понимаете, вы все настолько, у вас мозг, это просто как вот, он показывает пластилин, вот пластилин можно поменять по форме, по содержанию, по программам, можно вложить все программы те, можно себя переделать как личность, можно себя из неуспешной личности переделать в успешную, ты можешь себе просто написать, я сейчас такая, такая и такая, я делаю то и то, и у меня есть то и то, и я в этом живу, каждый день себе читать это, как мантру, прочитывать, проживать, запоминать, и в какой-то момент, ты запомнишь это как стих в школе, когда ты был в школе, ты запоминаешь стихи, и это как твой стих, и этот стих становится твоей жизнью, это очень легко, я это вижу отсюда, я знаю, это тяжело, там, у вас, тяжело, вы в закрытом пространстве, вас закрыли, и ключи выбросили, а вам сейчас надо расшириться, и расколоть это пространство, и раскол уже очень близок, и когда он будет на вас идти, вы забудете про свои проблемы, я вам обещаю, у вас проблем больше не будет, не надо будет ходить на эту работу, делать то, что вы сейчас делаете, не надо будет этим заниматься, надо будет заниматься только собой, сначала выживанием, потом просто расширением, просто сознанием, и делиться знаниями, потому что очень многим нужны будут знания, это будет просто, как мир с знаний, и больше ничего не будет существовать, никому больше ничего не надо будет, кроме знаний, и понимания, как энергии работают, как они взаимодействуют, и как с помощью них можно создавать, вы все забудете про старое, и вы очень быстро это забудете, вы даже не поймете, как быстро это происходит, и произошло, все поменяется, будет мягкое пространство, заполнено женской энергией творения, как бы это ни звучало, но это будет так, так было изначально, и туда вы возвращаетесь, вода, она женская, она течет, она изменяется, она творит, создает, но она может также быть очень мощным разрушителем, женщина тоже может быть мощным разрушителем, мы должны поверить в себя, и ты, ты, как моя сестра, как вторая часть меня, ты чувствуешь меня, и я тебе буду нас, помогать, я буду тебе показывать дорогу, потому что я и есть твое подсознание, как это и есть, мое подсознание, но у меня просто нет тела, но я зато разобрался, как нами управляют, в какой кабале, мы как будто на пластинке находимся, воню, ну вот этой, как старая музыка, играет музыка, постоянно, одно и то же, ты крутишься по кругу на этой пластинке, но сейчас мода на пластинке прошла, и настал новый век, и ты сейчас, очень хорошо, что у тебя все разрушилось, через разрушение приходят новые, ты просто должна разрушить старые программы, которые сидят у тебя, в процессоре мозга, там они заложены в ячейки, это ячейки сознания, их надо всех прочистить, и новые вложить, и потом их закрепить, главное закрепить, помните о них, закреплять их, чтобы они стали верой, и этой верой служили тебе, твоей новой, хорошей, прекрасной реальности, все, все, что хотела, сказал, мне пора у меня, я иду к себе, на свои воплощения проверить, а потом наверх, он так четко говорит вообще, похоже звучит как Леша, да, спасибо, а скажите, что у меня здесь какая-то есть миссия, я всегда в жизни чувствовала, что я чего-то жду, пока не начнется что-то, мне казалось, что вот это вот началось в 22 году, но я, наверное, не правильно поняла, меня просто обдурили с этим близнецом, like Twin Flame, но они здесь просто мной манипулируют, но мне всегда, я чего-то ждала, у меня какая-то здесь миссия. Это накладка, знаешь почему? Потому что, смотри, они тебя, они знали, что твое подсознание очень хочет пробиться и понять, что происходит, и докопаться до истины, что тебя используют, и хотелось как-то самореализоваться в этом направлении, потому что ты духовная, ты, ну, короче, у тебя пришло как бы время, вижу прям вот открывается, что тебе надо вот сейчас все узнать. И тогда они тебе подсунули как бы, ну, ловушку такую, можно сказать. А, ты хочешь самоопознать? Так вот, самоопознавайся в ловушке самопознания. К сожалению, очень много людей на это попадается, ну, из-за подключек. Ты знаешь, что ты эту книгу сплавила сейчас? Ты какой-то паяльник изобрела, ты прожгла сначала дырки с таким наслаждением, а потом раз ее и как бы паяльником подожгла. Вот эту книгу жизни большую. Я просто на тебя в энергосфере смотрю, ты внутри там стоишь. Я выходила из нее, когда подключалась к твоему брату. Да, и это было, это было все по их схеме-системе, чтобы тебя удовлетворить, чтобы ты перестала рыпаться, потому что, когда ты была в поиске, ты слишком много энергии на себя тратила, а эту энергию, а им не хватало с тебя достаточно скачивать. Они, во-первых, ее скачивают на свои эксперименты, на твои клоны, идет, ну, шло очень много, уже нет. Ты вот всего соединилась, на корабль шло процентов 11-12, ну, на эти клоны, короче, в общей сложности я вижу такое впечатление, что у тебя где-то вот 72% энергии вообще уходило на них, на все это, все эти подключки, все это, вот, и поэтому у тебя телу вообще было тяжело, иммунной системе тяжело, вообще-вообще-вообще с чем-либо бороться, и поэтому импланты имели такое влияние на здоровье тела физического, вот, ну, как произошло просто иссякание тебя, дошла до ручки, можно сказать, до точки, вот, как раз после того, как с братом вот это сделали, и тебя стали долбать, они хотели тебя, знаешь, как вот до суицида довести, вот, прям вот, как будто такая программа была, но не хотели это, чтобы ты с собой, да, сделала, но у тебя, у тебя по душе, у тебя душа нет, у тебя душа очень сильная, на самом деле, и она хочет все-таки опыт, она хочет увидеть, если было падение, значит, будет взлет, потому что ты четко это знаешь, мы в дуальности, если есть падение, есть всегда взлет, и это вот так работать, всегда, и потом тебе интересно твой взлет увидеть и прочувствовать, ну, на уровне подсознания особенно, поэтому ты нашла, тот, кто ищет, тот всегда найдет, да сразу говоришь, ну, тебя, смотри, тут интересно, вот, вообще, когда я иду вперед, на год вперед, почему-то ты меня попросила посмотреть, и мы с тобой вместе проходим, и ты, 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 ты с кем-то идешь, с каким-то парнем, причем, ты понимаешь, он в душе очень молодой, а снаружи он старше, тебя, он старше тебя, он такой опытный, он прошел тяжелую жизнь, и он, знаешь, и благодаря тому, что он прошел тяжелую жизнь, у него даже, у него как будто брак был, он как будто сейчас одинокий, но за, но этот брак его пробудил, развод его пробудил, вот я прямо вижу, там вроде двое детей, вот это у тебя линия, которая вот, вот сейчас вот на вибрациях, которых вот после очищения, после сеанса, вот если ты их будешь поддерживать, вот так, то ты придешь к этому, причем я вижу, вот 8-9 месяцев, вот так, да, ну вот он тебя, знаешь что, тебе с ним интересно, тебе, вот тебе душа говорит, надо идти на то, чтобы с человеком было интересно, чтобы он был на голову выше тебя по знаниям, чтобы он тебе рассказывал, показывал, подтверждал, чтобы он тебя, знаешь, и вот благодаря этому, потому что у тебя свои знания, у тебя, вот этот человек, он будет приземленный, у него как будто опыт, жизни на вот таких вот планетах, как Земля, а у тебя космическое, и вместе, это вот такой союз идеальный, когда у каждого свое, но каждый друг друга уважает за знания, просто, вот балдеет от того, что можно поделиться знаниями, и вот тут возгорание у тебя происходит, как будто голова у тебя горит фиолетовым цветом, и у него тоже, это потому что у вас, все мысли, все энергии сосредоточены в обмене информацией, потому что вот именно в мире информация, а через, ну правильно, к 12 месяцам, как раз и 25, ну середина 25 года, как раз так и сходится все, и у тебя там еще шестерка переворачивалась, девятку, а это означает, что вот 25 год, это девятка и есть, оно сходится, видишь, как вкладывается, как в загадку, в пазл, потому что это вот конец страданиям, начало, наслаждению и обмену знаниями, и тебе очень хочется помогать и служить, от души тебе хочется, понимаешь, ты сейчас не на своем месте, то, что ты делаешь, тебя это мучает, у тебя как будто сейчас мучение, а вот уже через, вот ближе через год, да, через вот 8-9 месяцев мне идет, вот 8-9, вот там уже ты в своей тарелке, ты уже делаешь то, что, ну вот он тебе как-то, он какой-то тебе, знаешь, как будто бы манифестация того, кто тебя проведет, и, ну знаешь, как вот иногда люди появляются в жизни, которые тебе помогают на твоем пути, вот, вот такое, и у тебя потом ты решишь, и будешь ты с ним просто как друзья, или? Больше, чем друзья, мне кажется, больше, чем друзья ты выберешь. У тебя такое прямо сейчас очищение по всем каналам, тебе очень было интересно вот это, но у тебя будет, да, ребенок, а ты права насчет, дочки, потому что там просто розовая, розовая, я всегда вижу или голубой, или розовая, и причем цветок всегда вижу, да, вот как орхидея, такой розовый цветок, вижу, в этом ты права, ты, кстати, у тебя хорошая интуиция, этой, наверное, легко довольно входишь в транс, с собой гипноз, ты можешь это сделать, вот, ну, вот это я вижу, ну, ты будешь в этом штате, да, ты никуда отсюда не уедешь, единственное, что ты можешь переместиться куда-то в другой город, или в какой-то, в какой-то, какое-то маленькое такое, знаешь, селение очень приятное, такое, у меня такое ощущение, что ты оттуда уедешь, куда-то переедешь, у тебя будет что-то такое, но после того, как ты с ним встретишься, вы куда-то решите переместиться, нет, вот, или у него там будет какой-то дом, или что, я не могу понять, но я чувствую, что как бы, он тебя запрошит, ну, приглашает, не имею в виду, вот, да, но вы наравне, тебе очень сейчас важно, чтобы быть наравне, и вы очень равны во всем, во всем, то есть нет никаких там, ты понимаешь, просто по осознанности уже, там она зашкаливает, люди друг друга, нет такого, чтобы человек хотел пользоваться другим, и поэтому он ходит в отношения, тут уже совсем вообще все другое, я почему-то все вижу, такого, знаешь, вот sage color, такое зеленый, такой светлый, очень красивый цвет, вы вместе идете вдоль океана, и вот как-то на воду смотрите, солнце, и у меня даже такое все, что беременна, или что, вот, ну, чувство такое, что, что-то или говорить о ребенке, или вот, и он тоже хочет, да, вот это есть, но у тебя в любом случае, понимаешь, если я смотрю на другие временные линии, если у тебя вибрации, поверяется, у тебя все равно будет ребенок, что ты его хочешь, ты его уже создала, у тебя душа на тобой висит, что-то мне такое пришло имя, я не знаю, или это воплощение прошлое было у этого, у этой девочки, но мне пришло слово имя Анюта, вот прям пришло и все, это странно так, вот, Аннушка, Анюта, кто-то вот такой вот какой-то, это энергия такая мягкая, ну вот, но она говорит, это не означает, что это меня так надо назвать, это просто одно из моих воплощений, мне нравилось это воплощение, это мое, я с ребенком разговариваю, сейчас с энергией, дамушка, да, это ее было воплощение, по-моему, она в Словакии, в Чехословакии была, в прошлом как-то веке, ну вот такого, да, в Чехословакии, вот так, ну в принципе все, может отдавать вопросы, если хочешь, сейчас я попью воду, потому что, корпорация Марса, так сейчас, сейчас я его включу, Продолжение следует...